Вы смотрите видео обзор клипа Ларин 30 лет. Я думаю не стоит представлять кто такой Ларин, но теперь переступим ближе к делу. Я уже клип смотрел, мне клип понравился, и я решил про это все-таки сделать блог Ларин 30 лет. Забыл сказать, я обычно редко делаю обзоры в своих блогах про известных личностей, таких как Ларин, Хорванский, Кузьма, их можно долго перечислять, именно то что касается русского ютуба. Но теперь точно, реально, давайте ближе к делу. Начнем смотреть клип Ларин 30 лет. Я бой, биг и риф, там риф, чест, так все, нормально. Как тебе новая прическа? Это не прическа, это состояние сознания, чувак. Пока ничего не интересно, просто Ларин лысый в очках, черно-белая. Ну, вот и начало клипа. Здесь неоновая, действуй. То есть мотивация к чему-то, но нужно действовать. Окей. Пауза. В клипе появляется вертолет. Это может быть одно означать, что клип Ларина обошелся ему очень дорого. Или вопрос, опять же, возникает. Кто профинансировал клип Ларина? То есть откуда у Ларина могли быть деньги на такой... Ну, это, опять же, лишь мое мнение. На такой дорогущий клип. Окей, поехали дальше. Ну, это такое небольшое вступление. Ларин в клипе показывает то, что я сейчас увидел. Это Москва, может быть, или Санкт-Петербург. И также он в клипе показал песочные часы. То есть местами даже достаточно оригинальны. Я могу ошибаться, но, опять же, здесь такой прямой намек на стиль Оксимирона. То есть что-то Ларин взял от Оксимирона. То есть, если посмотреть на Оксимирона, то у него тоже лысая башка, но нет очков. Зато здесь у Ларина есть очки. Также вот часы. То есть здесь обычные часы и черепа. Если кто смотрел Ларина в блоге, то Ларин обычно говорил о том, что ему нравятся черепа и смерть. И мне безумно понравился блог, где он был в музее. И там была куча кассе. Это один из самых, я считаю, интересных блогов его Кореи. Ладно, поехали дальше. Опять же, прямой намек на клип Оксимирон. Кто смотрел клип этот, как он называется? Детектор лжи, где Оксимирон сидит, пьет водку и говорит детектор лжи. Но здесь вот что интересно. Откуда он взял этих телочек? Ну, не просто девушек, а телочек. И сколько ему обошлось, чтобы каждой девушке заплатить в этом клипе? Ну, мне кажется, я не знаю, может ему пришлось каждой девушке заплатить по 100 евро в час, чтобы она приняла участие в клипе. Ну, в клипе Ларина, 30 лет. Ну ладно, давайте поехали дальше. Опять же, прямая отсылка к Версусу, к русскому рэпу. То есть он говорит раз на раз, это типа, ну, мне так кажется, это Версус. То, что, ну, здесь в клипе Ларин затронул эту хайп-тему русского ютуба. Да, коронная фишка Ларина. Что с тобой не так, мразь? О, прямая отсылка к Звездным Войнам. Ну, у меня также это прямая отсылка к этим последним Звездным Войнам. Я еще, кстати, этот фильм не смотрел. Если вы смотрели, напишите в комментариях, как вам Звездные Войны. Ну, это последние джедаи. Кстати, в клипе есть момент, где большое количество людей. И мне кажется, это здорово смотрится в клипе Ларин, 30 лет. Ну, может быть, он нанял этих людей, чтобы они приняли участие. И я не скажу, что это снималось на зеленом хромаке. Может быть, это были натуральные сцены. Но могу, опять же, ошибаться. Я не скажу, что я такой профессионал, чтобы разобраться полностью детально в клипе Ларина. Если брать же тот же текст. То есть, я точно не скажу, хорошо он написан или сам Ларин. Но обычно Ларин всегда оставляет описание клипа. Говорит, что автор такой, оператор такой. Слова такие, такие, такие. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Кстати, достаточно оригинальная фишка. В плане Instagram, мобильник и вот эта фишка. Ну, эффект такой очень здорово. Опять же, вот люди закрыли вот так вот лица. И мне кажется, это, опять же, прямая отсылка к Оксимирону. Но я могу, опять же, ошибаться. То есть, я часто говорю, Оксимирон и Варсус. Я не понял, что я имел в виду Ларин Юра Дудь. Опять же, популярная личность в русском ютубе Юра Дудь. Также есть моменты, вот я сейчас посмотрел, есть моменты достаточно динамичные в клипе, где Ларин куда-то прыгает, отскакивает. Но опять же, это замедленное движение. Здесь я могу вам точно сказать. То есть, заснято, то есть, натурально, но смонтировано замедленное движение. Ну, замедленное. Блин, не знаю, как вам это правильно сказать, но в клипе, хоть это уже конец 2017 года, не хватает Деда Мороза в клипе. Серьезно, почему Ларин в клип не мог добавить, допустим, Деда Мороза, в начале, там, новогоднюю ёлку. Поэтому, я не знаю, я думал, Ларин, может быть, и думал до начала клипа, когда создавался этот клип, он, может, думал, может, в этот клип добавить Новый год, там, что-то такое, ёлки. Но он почему-то в этот клип не добавил. Может, он хотел на определенные темы здесь поговорить, порассуждать. Ладно, пусть это будет, как будто скоро Новый год. 23, шаг на 23. Ну, прикольно, здесь прикольный вот текст. Как вы поняли, Ларин университет. Недавно исполнилось 30 лет. Дальше не стоит объяснять, как концовка клипа, на что она снята. Ну, вот вы смотрели, в общем, обзор клипа Ларин 30 лет. Пишите свои комментарии. Ставьте лайк, либо дизлайк. Всё, что хотел, я сказал про этот клип. Мне, в общем, клип понравился. Я считаю, достаточно оригинальный клип в русском ютубе. У Ларина. Ну, и немного хайпанул. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok